МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые депутаты Государственной Думы! Согласно статье 3 Конституции, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Высшим непосредственным выражением власти народа являются свободные выборы. КПРФ, будучи жесткой, но ответственной оппозицией, хорошо понимает значение свободных выборов для устойчивого и поступательного развития нашего государства. Мы также хорошо понимаем, что честные и справедливые выборы являются лучшим лекарством от оранжевой проказы, пытающейся в угоду своих заокеанских хозяев использовать любое недовольство граждан для раскачивания государственной лодки и превращения России в подобие Киевского Майдана. Еще раз напомню, уважаемые коллеги, что массовые беспорядки на Болотной площади были спровоцированы белоленточниками на волне реального возмущения граждан фальсификацией выборов депутатов Государственной Думы. Учитывая вышеизложенное, КПРФ ведет активную борьбу за чистоту российских выборов. Так, только за 2015 год нами было внесено более двух десятков поправок в избирательное законодательство, направленных на создание равных условий для всех участников избирательного процесса, а также повышение их ответственности за его соблюдение. Кроме того, мы резко увеличили количество наших кандидатов на муниципальных и региональных выборах, что способствовало усилению здоровой конкуренции на них, а также расширению легитимности вновь избранных органов государственной и муниципальной власти. Положительной для усиления прозрачности выборов была и юридическая работа партии, направленная на выявление и разоблачение лиц, допускающих нарушения избирательного законодательства. Так, например, по нашим материалам Центральная избирательная комиссия вынесла жесткую оценку деятельности ряда территориальных избирательных комиссий на выборах губернатора Нижегородской области, семь из которых были лишены своих полномочий и уволены с государственной службы. Как серьезный положительный момент, направленный на усиление порядка на выборах, нам и были восприняты многочисленные заявления накануне прошедших выборов руководителей партии власти, сотрудников администрации президента и Центра избиркома о недопустимости нарушения избирательного законодательства и использовании на них административного ресурса. Все это, по нашему мнению, способствовало стабилизации общественно-политической ситуации в нашем обществе, что позволило сплотить большую часть граждан Российской Федерации вокруг народно-патриотических ценностей и защиты национальных интересов российского государства. Однако, уже прошедшие выборы в целом ряде регионов Российской Федерации, а также идущий второй тур выборов губернатора Иркутской области, вызвали много вопросов в отношении искренности этих заявлений. Так, выборы губернаторов в Амурской, Ростовской области и главы Республики Мариэл, а также муниципальные выборы в Нижегородской области и в городе Самаре мало чем отличались от предыдущих избирательных кампаний. Та же грязь и клевета в адрес оппонентов партии власти, те же убросы бюллетеней и каруселей, все то же зависание системы госвыборов после полуночи, а также запредельное досрочное голосование и голосование на дому. Так, например, в Республике Мариэл такое голосование составило примерно 25% от числа лиц, принявших участие в выборах. В связи с чем вызывает сожаление оппозиция наших коллег из Единой России, не нашедших в себе мужества, поддержать абсолютно правильное предложение Владимира Вольфовича Жириновского о необходимости пересчета голосов в Амурской области и Республике Мариэл. Вместе с тем считаем положительным моментом прошедшей избирательной кампании, ставшей реальностью впервые с момента восстановления Института выборов глав регионов, второй тур выборов губернатора Иркутской области, где оппонентом действующему губернатору выступил наш коллега, депутат Государственной Думы трех созывов Левченко Сергей Георгиевич, прошедший серьезную школу хозяйственной, депутатской и политической деятельности и пользующийся серьезным авторитетом не только среди жителей Иркутской области, но и его коллег по Государственной Думе. Признанием его заслуг перед нашей страной было, на наш взгляд, и его включение в кадровый резерв президента Российской Федерации. При таких обстоятельствах мы рассчитывали на то, что хотя бы второй тур избирательной кампании в Иркутской области пройдет в достойной атмосфере, поставив положительную итоговую точку в сентябрьской 2015 года избирательной кампании, с тем, чтобы по-серьезному, без лишних негативных эмоций, начать подготовку к предстоящей в следующем году федеральным выборам. К сожалению, судя по поступающей из Иркутской информации, эти выборы по своей нечистоплостности во многом провосходят все вышеуказанные примеры. Так, 21 сентября на Сергея Георгиевича было совершено разбойное нападение, в результате чему ему были надесены серьезные телесные повреждения. Еще раньше агитационная колонна КПРФ была заблокирована на въезде в город Черемхово. Причем, среди брокировщиков были замечены работники местной администрации и известные криминальные элементы. Кроме того, 24 сентября против делегации КПРФ по голове с Геннадием Андреевичем Зюгановым была устроена очередная грубая провокация. В этот день в планах делегации было посещение центрального рынка города Иркутска. Однако, при подходе к рынку группа депутатов Государственной Думы и кандидат-губернаторы, они стали свидетелями вопиющего зрелища. На двери рынка с грохотом опустились железные шторы. Люди, которые находились внутри торгового павильона, оказались закрытыми, как в тюрьме. Сделано это было якобы потому, что на рынке Зюганов собирается проводить митинг. Хозяйчик рынка, депутат Иркутской городской думы от «Единой России», некто Владислав Свердлов стал кричать «Мы поддерживаем Герощенко, мы вас сюда не звали, вызвать не нужны» и так далее. Его окружение попыталось провоцировать на рынке массовую драку, которая удалось избежать только благодаря усилиям депутатов Государственной Думы и лично Геннадия Андреевича Зюганова. К сожалению, находящиеся рядом сотрудники полиции никаких мер к наведению общественного порядка не принимали, а то после обращения к ним Зюганова мгновенно растворились в толпе. Ситуация начала меняться только после телефонного обращения лидера коммунистов к министру внутренних дел господину Колокольцеву, и заложники были наконец-то выпущены на свободу, за что мы ему, безусловно, глубоко благодарны. В связи с чем фракция КПРФ считает, что эти и многие другие нарушения действующего законодательства, допускаемые сегодня на выборах губернатора Икутской области, серьезно подрывают общественную стабильность не только в этом регионе, но и по всей стране, что в условиях внешней блокады может быть использовано недругами России. Поэтому я прозываю все государственные и правоохранительные органы, всех патриотов России не допустить фальсификации выборов губернатора Иркутской области, что, безусловно, будет способствовать дополнительной консолидации российского общества. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова